Привет, мы с Украины, с вами Александр Вельмошко, канал Одесса и Транспорт. И сейчас мы поговорим о том, что там происходит на России. А там у агрессоров происходит то, что и должно происходить. К ним пришел большой и толстый пушной зверь с севера. Хотя войну они начали относительно себя на юго-западе. Короткая хроника падения России на дно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и поддержите независимую журналистику в независимой Украине. Половина собранных нами средств уходит на потребности вооруженных сил Украины. Итак, начнем с экономики. Экономические санкции, которые ввела против России вся Европа, Соединенные Штаты Америки и почти весь остальной цивилизованный мир, они действуют. Накануне Россия объявила о техническом дефолте по своим внешним долговым обязательствам. Вкратце дело было так. Они хотели отдать свои государственные долги в рублях, поскольку валютные операции для русских заблокированы. А нормальные страны и нормальные банки рубли не принимают. Ну кому нужны эти бесполезные клочки бумаги? Ну просто полный ликвид. Халлоймас дрэк. Этому предшествовал еще один дефолт. О своей неспособности расплатиться за долги объявила РЖД. В данный момент речь идет пока что о процедуре технического дефолта. Деньги у России все еще есть, несмотря на арест и фактическую конфискацию, размещенных за ее пределами валютных резервов на сумму более чем 650 миллиардов долларов. Но Россия не может свободно распоряжаться даже теми деньгами, которые у нее остались. И не может производить из-за санкций оплату своих долгов в долларах или евро. Начиная с 11 апреля у России есть еще ровно месяц, ровно 30 дней для того, чтобы решить проблемы технического дефолта и выполнить свои обязательства. Но для этого ей нужно сделать так, чтобы с России сняли санкции. То есть как минимум прекратить войну против Украины, вывести свои войска с оккупированных территорий Украины, в том числе с Донбасса и из Крыма. Если же Россия этого не сделает, то в указанные сроки она не сможет выплатить долги, а технический дефолт станет полным банкротством. Да, в России останутся заводы, они даже продолжат работать, будут ходить поезда, будут летать оставшиеся самолеты. Но все крупные компании немедленно превратятся в тыкву, все финансовые учреждения ждет то же самое. Все русское имущество за пределами России может быть изъято за долги, даже помещение дипломатических представительств. В самой России дефолт вызовет неминуемую панику, и даже нынешние драки в очередях за сахаром покажутся русским просто раем. Страна-агрессор терпит военное поражение. Только ее в безвозвратные потери на сегодня, по официальным украинским данным, приблизились к 20 тысячам человек, а неофициально еще и больше. Если учитывать раненых, то это уже не менее 60 тысяч человек, выбывших из строя, возможно навсегда. Военные потери России в технике колоссальны, и восполнить она их не сможет, так как все их высокотехнологичное и высокоточное оружие основано на использовании электроники, импортной. А импорта нет. Русские уже расчехлили и используют авиабомбы времен Второй мировой. Русские уже используют танки Т-72 из глубокого резерва. А когда закончатся запасы процессоров, плат, микрочипов, то надеяться им придется либо на свои процессоры Эльбрус, которые соответствуют образцам примерно 20-летней давности, либо на контрабанду и серый импорт. Много таким не навоюешь. Кораблестроительные заводы в России уже вовсю рапортуют о невозможности сдать в срок заказы. И речь идет о весьма простых в исполнении боевых единицах, вроде корветов или десантных кораблей. Даже не вертолетоносцы. Крупнейшие танкостроительные заводы России в Нижнем Тагиле и Челябинске стоят. И даже без войны Россия не могла изготовить двигатели для своих трех ракетных фрегатов. В общем, неудивительно, что Россия уже начала импорт оружия из давно полузадушенного санкциями Ирана, в том числе иранских зенитно-ракетных комплексов. А что это значит? А это значит, что Россия не может производить даже весьма древние по электронной начинке ЗРК уровня С-300. А санкции и все такое скоро приведут к тому, что русские не смогут примотать изоленты к беспилотнику фотоаппарат Кэнон. И не смогут купить на Алиэкспрессе микросхему для блока управления к тому же беспилотнику. Что дальше? А дальше будет импорт ржавых автоматов Калашникова из Эритреи. Вот таким будет уровень внешнеэкономического сотрудничества России. Тем временем в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и части оккупированного Крыма русские ввели желтый уровень террористической угрозы. То есть они настолько опасаются каких-то терактов, что даже запрещают своим гражданам без острой необходимости выходить из дому. Однако Украина не заявляла о переносе боевых действий на территорию государства, начавшего эту войну, на территорию России. Так что, скорее всего, следует ожидать, что, как и в начале 2000-х, Путин отдаст приказ, разумеется, не публичный, разбомбить Воронеж. То есть провести в пограничных с Украиной регионах России несколько терактов с человеческими жертвами. Например, взрыв жилых домов. Зачем? А затем, чтобы затем обвинить в этом Украину, получить оправдание для эскалации насилия и мобилизовать своих же русских граждан. Очевидно, что недавние обстрелы нефтебаза в Белгороде с российских же вертолетов и взрыв склада боеприпасов там же не смогли раскачать российское общество. Им надо стимул посильнее. А пока что уже подорван первый железнодорожный мост в Белгородской области около городка Шебекина на линии, которая ведет к городку Волчанск уже в Харьковской области Украины. Так что одним путем снабжения российских войск в Украине становится меньше. Тем временем, русские на войне настолько потеряли берега, что взялись травить газом защитников Мариуполя. Об этом накануне вечером заявило командование защищающего город от русских агрессоров полка Азов. Сейчас Министерство обороны Украины, насколько это возможно, проверяет полученные данные. На данный момент известно о трех пострадавших от газовой атаки украинских военных. Больше установить было невозможно, так как место эпицентра этой атаки было за пределами досягаемости и за пределами возможностей туда попасть украинцев. Интересно, что буквально за несколько часов до того, как Россия применила химическое оружие, об этом заранее, так сказать, предупредили главы так называемых ЛДНР, в том числе на страницах государственных российских СМИ. Читаем РИА Новости. Ждем реакции США и Германии на применение русскими химического оружия. Хотя одну такую реакцию на только подозрение о наличии химического оружия я помню. Это болтающаяся в петле на вилле с селицы Саддам Хусейн. Главаря России Путина ждет то же самое. Мы продолжаем следить за развитием событий. С вами был Александр Вельмошко. Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова